Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева Черкесия. Сегодня в Донецкой Народной Республике отмечается День памяти детей, жертв войны в Донбассе. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов обратился к жителям региона. Эта памятная дата была учреждена с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военных формирований. Этот день возвращает нас к трагическим событиям 9-летней давности, когда украинские неонацисты обстреляли улицы Горловки и лишили жизни многих мирных жителей, в том числе которых были дети. 27 июля не просто дата. Трагедия стала началом жестоких событий, навсегда изменивших жизни людей. В Донецкой Народной Республике в результате украинской агрессии погибли уже сотни детей. Светлая память невинным жертвам. Карачаева Черкесия оскорбит вместе с Донбассом, говорится в обращении главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова. Сегодня в городах и районах прошли различные акции, приуроченные к памятной дате. За период с 2021 по 2025 годы инвестиции «Газпрома» в Карачаева Черкесию в рамках реализации программы развития газоснабжения и газификации должны составить порядка 7 миллиардов рублей. Очередным населенным пунктом, жители которого в ближайшее время смогут в полной мере пользоваться голубым топливом, стало село Хуса-Кордоник Зеленчукского района республики. За подключением первого домовладения наблюдал наш корреспондент Артур Мхце. Несмотря на то, что село Хуса-Кордоник более полутора веков, такое благо цивилизации, как газ, дотянулось до этих мест только сейчас, дождаться столь значимого события смогли около 300 человек, оставшихся на земле предков. В мае нынешнего года в этом населенном пункте Зеленчукского района республики проходила встреча рабочей группы по социальной догазификации с собственниками домовладений. Уже тогда было понятно, что не за горами подключение построек к газопроводу. И люди с нетерпением ожидали, когда же, наконец, произойдёт долгожданное событие. Спустя три месяца голубое топливо пришло в Хуса-Кордоник. Так сказать, первопроходцами стали супруги Абрековы. В их доме до сих пор сохранилась старая печка, пережиток прошлого. На ней хранительница очага лет 20 готовила еду и поддерживала тепло в помещениях. Хозяин дома живёт здесь с 1957 года и рад, что всё-таки дождался столь значимого момента. Как до этого справлялись? Трудно было. В лес сходили, дрова таскали. Сначала плечами лошадей не было, машин не было. Потом уже техника появилась, чуть легче стало. Наконец-то у нас такое чувство, что мы уже оказались в 21 веке. До этого жили в древних веках. И, конечно, очень большая радость, это даже не только для нас, для всего села. Для сельчан этот день, возможно, даже станет особенным в календаре дат. Ведь в скором времени все они наконец-то окажутся в списке потребителей газа. Символическое подключение к межпоселковому газопроводу состоялось при участии председателя регионального правительства Мурата Аргунова, замруководителя «Газпром» Межрегионгаз Юрия Пахомовского, а также большого числа местных жителей. Безусловно, эта большая работа не была бы возможной без слаженной и консолидированной работы с правительством региона совместно с ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» уже долгое время является важным, стратегическим, но самое главное – надежным партнером нашего региона. Благодаря совместным проектам мы смогли реализовать ряд инфраструктурных проектов. Это газификация самых отдалённых населённых пунктов. По словам Мурата Аргунова, жителям республики стоит только обратиться с заявлением в «Газпром», и вся необходимая инфраструктура будет подведена до дома. Мне очень приятно, что мы все с вами присутствуем на нашем празднике. Это праздник торжественного пуска газа в ваше село. Наконец-то газ сюда пришёл, и вы можете им пользоваться. Всё это благодаря тому, что мы по поручению президента ПАО «Газпром» и «Газпром Межрегионгаз» продолжаем масштабную программу до газификации регионов Российской Федерации. И сегодня одним из самых главных регионов, которые мы газифицируем, это горные сёла Карачаевой Черкесии. И вот звучат фанфары, после чего состоялась символическая эстафета огня, завершившаяся торжественным запуском межпоселкового газопровода. После отчёта представителя газовой службы о выполненной работе по подключению семьи Абрековых к коммуникациям ресурсоснабжающей организации почётных гостей пригласили в дом. Там была продемонстрирована радующая глаз картина – зажжение газовой плиты, которая навсегда заменит старую печь. В скором времени этим благом цивилизации смогут воспользоваться и собственники остальных 59 домов в селах Усак-Ардоник. Люди также надеются, что однажды соберутся вместе, чтобы отметить открытие здесь школы. Пока же детишки занимаются в учебном заведении в соседнем Даусузе. Артур Муцея, Анастасия Лой, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. Сегодня в Малом зале Дома правительства состоялась защита конкурсных работ. Грантовый конкурс провели среди муниципальных образований региона на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодёжной среде. Целями организации мероприятия являются противодействие распространения наркотических средств среди молодёжи, профилактика наркозависимости и популяризация культуры безопасности в молодёжной среде. С приветственным словом к участникам гранта обратился министр по делам молодёжи Карачаева-Черкесии Ибрагим Татаркулов. Сейчас прогноз погоды на завтра, после мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин На базе лагеря «Лесной» в Прикубанском районе открылась лагерная смена для детей-участников СВО. На протяжении 14 дней с детьми будут работать психологи. Мероприятие прошло в рамках реализации грантового проекта «Академия детства». Подробности у Али Баташова. Больше эмоций, счастья, радости, больше знакомств, веселья. Счастливым и радостным хотят видеть лето большинство мальчишек и девчонок. Лагерная смена, в которую попала Аделина Тахчукова, насчитывает порядка 100 детей и участников СВО. В лагере «Лесной» царит весёлое оживление. Пока одни играют в теннис, другие резвятся на свежем воздухе или занимаются другими делами. В установленный час дружная компания встречается за столом. Мне нравятся игры, которые тут проводят, разговоры с психологами, завтраки, обеды, ужины. Всё здесь нравится. Мне нравятся сами воспитатели и вожатые. Общение с психологами является особенностью этой лагерной смены. Оно осуществляется в разных формах. Всё зависит от каждого конкретного случая, считает клинический психолог Зульфия Чекуева. Перед нами стояла главная задача – не переутомлять детей, не перегружать психологическими знаниями, упражнениями и так далее. Сделать это так в комфортном, лёгком режиме, чтобы была большая польза. И самая главная задача наша была найти уязвимые зоны, с которыми мы начали уже работать, и вооружить детей навыками стрессоустойчивости, которые они смогут применять в жизни сами и смогут делиться ими с другими. В программе у нас есть индивидуальные встречи с детьми, которые требуют особого внимания, скажем так. И также у нас есть групповая работа. Это в качестве тренинга, в качестве бесед. Различные виды работы групповой. Арт-терапия мы подключаем и так далее. На открытии лагерной смены дети показали свои таланты в рисовании и художественной самодеятельности. Здесь была и театральная постановка сказки «Репка», флэш-мобы, конкурс «Тенгазет», а также современные и национальные танцы. На открытии лагерной смены ребят поприветствовали участники проекта «Академия детства» в Карачаево-Черкесии. Хочу отдельно сказать спасибо фонду «Защитников отечества», телеканалу «Архиз-24». Конечно, Министерство образования и науки не осталось в стороне. И вот благодаря нашим общим усилиям такая смена сегодня, специальная смена, как «Академия детства», она реализуется. Этот проект в нашей регионе пилотный, но я надеюсь, что он станет традиционным. Всем ребятам были вручены в подарок канцелярские наборы. Впереди интересное занятие и незабываемый летний отдых. Али Баташев, Анастасия Лой, Вести, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. Последний месяц лета будет жарким и незабываемым для гостей и жителей Кисловодска. Продюсерский центр заслуженного артиста России Гии Ирадзе совместно с компанией «Росгосцирк» с 29 июля по 3 сентября представляют новое грандиозное шоу «Пять континентов». В преддверии значимого культурного события в жизни города-курорта в манеже Кисловодского государственного цирка прошла традиционная масштабная пресс-конференция с участием ведущих СМИ Ставропольского края и регионов СКФО. Светлана Шаганова о закрытом пресс-показе легендарного циркового шоу «Пять континентов». Тонны масштабных декораций, более ста артистов. Шоу «Пять континентов» в Кисловодском цирке. И у вас есть прекрасная возможность занять лучшие места. Два дня до яркой премьеры и все в предвкушении незабываемого зрелища, в котором представлены все цирковые жанры. Журналисты первыми увидели фрагменты шоу «Пять континентов». Это будет настоящая феерия на Манеже. Потрясающие номера, титулованные артисты, разнообразные животные, масштабные декорации, эксклюзивные костюмы, авторская музыка, увлекательное путешествие по континентам в компании артистов продюсерского центра Королевский цирк Гиерадзе и Российской государственной цирковой компании. Подробнее о грандиозном шоу рассказали представителям СМИ на пресс-конференции. В этом коллективе очень много титулованных артистов компании «Москосырк». Здесь у нас много заслуженных артистов России. Это будут массовые номера, групповые номера, разношанная такая программа. И, конечно, очень много животных. Все мои проекты – это не просто цирк, это синтез, сплетение жанров. Эстрады, театра, мюзикла, цирка. И, безусловно, трюк, потому что основа цирка – это трюк. Слова восхищения в адрес обладателя высших наград, как российских, так и европейских, выразили гости пресс-конференции – первые лица города-курорта. Я люблю цирк. Я потрясена тем, что делают Ги и его артисты. И мы удивительны. Вы знаете, когда я читаю цирковое искусство, злого сочетания, я сразу почему-то представляю Гиерас. И я не боюсь вам признаться, в своей любви, в своем диплом, вашим всем, всем коллегам, в театре замечательной постановки. Гиерас – это так говорящий бренд, который означает роскошь и мастерство циркового искусства. Своё почтение выразила и президент культурного фонда «Кобзон» Нелли Кобзон. Она поделилась с тёплыми воспоминаниями о цирке. Мой муж издалочек «Обзон», считал себя цирковым, обожал выступать в цирке. И мне повезло, то, что мы дружны с Гией и Радзе, потому что я, когда прихожу на его спектакли, чувство гордости меня переполняет. Ну, нет такого цирка в мире по мне. Искушённый зритель всегда ждёт от программ Гией и Радзе, феерии, роскоши, всплеска эмоций. В рамках проекта «Росгосцирка» и нового шоу «Пять континентов» во второй раз по улицам Кисловодска пройдёт кавалькада. Ожидается 100 тысяч зрителей. Это будет незабываемое зрелище. То, что вы делаете, это феноменально. То, как вы красиво это преподносите, это заслуживает всяческих похвал и, самое главное, гордости Кисловодска. С огромной радостью и воодушевлением журналисты пообщались с художественным руководителем продюсерского центра «Королевский цирк», автором идеи и создателем шоу «Пять континентов» Гией и Радзе. Увидеть роскошное шоу мирового масштаба, где на одном манеже цирка объединятся все части великих цивилизаций Вселенной, окунуться в необыкновенный красочный мир, который создаёт для зрителя король манежа Гией и Радзе, можно уже 29 июля. Добавьте в свою жизнь ярких красок, улыбок и впечатлений. Светлана Шаганова, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, из Кисловодска. Сегодня в большой прокат выходит фильм «За Палыча» при участии телеканала «Россия». Трогательный, смешной и очень честный фильм о вечных ценностях и связи между поколениями. Комедия «За Палыча» – это история о том, как важна семья. Главный герой – дерзкий мажор, уверенный в полной безнаказанности, он попадает в армию, откуда возвращается совсем другим человеком. К деду, у которого собираются отобрать дом. Сможет ли внук вступиться за Палыча? Можно узнать из фильма. За Палыча уже во всех кинотеатрах страны. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Счастье не за горами». Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова